Заботиться о человеке, пока он способен иметь потомство детей. Я счастливый человек. У меня потомство, у-у-у, каждый год по 500 штук. Я пыляю, собираю семена, высеваю, волнуюсь за них, я несу за них ответственность. Иначе, как детьми, Олег Дороганов свои цветы не называет. За 60 лет селекции он вывел в свет более 250 видов георгинов и продолжает трудиться над рождением уникальных сортов. Светами стал заниматься, когда мне было еще лет 15-16. Влюбился в них, заболел, капитально заболел. В 62-м году это было. Папа привез мне на ВДНХ, а сам пошел, он зоотехник из репрессированных. И его из одного лагеря в другой лагерь обвиняли за 23 лошади, поэтому он побежал в павильон коневодства, друзей своих нашел. А я остался с этими женщинами, с работниками, которые убирали эти, в общем, на зиму. И они выбрасывали то, что, ну, не кондиция. Я эту кондицию на лету ловил и складывал в этот, мне сказали, увезти на помойку. А я все это забрал. Тогда из некондиции школьник выбрал 12 сортов, которые не подвели и продолжили с ним путь к будущим свершениям и открытиям. Георгины даже служили с Олегом Дорогановым на флоте. Мам, вышли мои георгины. Она высылает четыре посылки, большие посылки, с клубнями георгины. Я посадил, я стал знаменитым человеком. Командир корабля, адмирал, значит, приходит ко мне. Товарищ старший матрос, старший матрос, я он, адмирал. У меня у жены день рождения завтра. Нарвите цветочков. Я же таких цветов нет, в Калининграде нет, и нигде таких нет. Правда, нет. Он говорит, это самый дорогой подарок будет. Я им нарвал, я потом на никаком почете стал. За счет цветов. В 24 года Олегу Александровичу удалось встретиться с классиками георгиноведения. Опытные заводчики поделились своими знаниями. Пришлось кстати и полученное образование, химико-биологический факультет Тульского педуниверситета. После пяти лет подготовки, в 1975 году, селекционер начал выводить свои первые сорта. Рано утром бежал не в туалет, а бежал смотреть, что расцвело. Потому что цветы растут ночью, как и дети. Основные рабочие инструменты – кисточка и оптика. Именно с помощью этих нехитрых приспособлений и начинается рождение нового сорта. Пчелы этот запах, этот нектар чувствуют за 200 метров и летят. Их надо отогнать, потому что что они принесут. Мне все испортят всю породу. Я пчелами вначале воюю, их отгоняю. Сам наношу свою пыльцу, закрываю в течение 15 минут и все. Дети пойдут. Причем это все надо делать с любовью, с радостью. Тульский селекционер живет с кардиостимулятором, но не дает поблажек ни себе, ни своим питомцам. Работает на своем экспериментальном участке практически круглый год. Только в декабре есть небольшая передышка. Все на нем. Отбор семян, сохранение клубней, подготовка рассады и почвы, опыление. А еще научные статьи, мастер-классы и экскурсии по георгиновой лаборатории. Справа коллекционный участок. Здесь я собираю семена. Здесь именно селекционная работа. Здесь у меня детский сад, роддом, ЗАГС и штрафная рота. Что такое штрафная рота? Это когда в хороших условиях георгины себя плохо ведут. Я их сажаю сюда, в неудобьях. Часто сажаю их, чтобы они поняли, что жизнь, надо за нее цепляться. Если вдруг они себя плохо ведут, я их на Сахалин, в Магадан, на Колыму. Помогают, помогают. На участке знаменитого тульского селекционера все наполнено смыслом и аналогиями. Свет растения выходит из последней инстанции – ЗАГСа. На этих грядках с георгина снимается бирка-клеенка с номером и выдается документ с именем. Теперь он имеет паспорт, метрику. Зоя – одно из последних творений волшебника цветочного города. Выведен сорт специально для музейного комплекса памяти Зои Космодемьянской. Перед сотрудниками стояла цель выбрать растение, которое будет свести к 13 сентября – дню рождения девушки-красноармейца. Мы консультировались с главным ботаническим садом Немцицына и решили, что нам лучше всего подходит именно георгин. Потому что и по символике цветок подходит к идеологии нашего музея. Он символизирует стойкость характера, твердость человеческого характера и самоотверженность, упорство. Самым известным селекционером вообще в России и даже в мире – это Олег Александрович Дороганов. Соответственно, мы приехали к нему с просьбой помочь нам в этом непростом деле. Дело увенчалось успехом, даже превзошло все наши ожидания. Очень красивый сорт, очень редкой окраски темно-фиолетовой. Пока музейные работники восхищаются результатом, Олег Александрович рассказывает, какие параметры необходимо было учесть, чтобы цветок был под стать самой Зои. Цветок должен быть стойким. Смотреть он должен вверх, высоко поднятый головой. Он должен быть темного цвета. По всем параметрам должен быть знаменитым. Он не должен болеть. Клубня должна быть определенного размера. Он должен быть определенной высоты. Сложно было собрать все едино в одном. Я шел к этому порядка 50 лет, будем считать, к этой окраске. У меня есть энциклопедия американская. Там порядка 2000 фотографий. Начиная с 1953 года, кто какие выводил, но с такой окраской нет. И таких незабываемых сортов у Дороганова немало. На первое ратное поле России он приезжает с букетом георгинов в Куликово поле. В Ясную поляну с сортом граф Толстой. А при составлении букетов соблюдает выведенное им правило трех У – угадать, угодить, удивить. Даме я дарю семь, надо подарить. Это невесте дарят три, жене дарят пять. А даме сердце дарит семь. А уж этой миллион, миллион, миллион. Ну, нельзя миллион дарить. Число должно быть нечетным. Не, нечетным этот. Ну да, нечетным. Пусть мы, там где-то 999 тысяч, вот. Поэтому я сейчас собираю букет, в котором здесь еще не хватает белого, здесь не хватает ярко-красного, чтобы все цвета радуги были. Букет должен вам соответствовать. Вашей прическе. Если у вас на голове там взрыв, да? То есть, соответственно, яркие нам нужны такие вот, вот лохматые. Не жалко срезать? Нет, ну они для этого, их надо срезать. Их надо срезать, потому что они думают себя, стоп, значит, нам надо работать. Нам надо как можно больше, чтобы показать себя. Да, это они. Их обязательно, они должны похвалиться. А вы какой хороший. А у вас есть любимый сорт? Все любимые. Есть нелюбимый или что-нибудь такое, штрафная рота. Сахалин, Магадан, а потом назад. Ах, дорогой, вернулся, и как возвращение блудного сына. Помните, Лебранд? Картины так ко мне возвращаются, они умнеют. Умнеют, умнеют. Мельче становится, становится поупорнее, борется за свою жизнь. Ну, живой организм, они все понимают. С плохим настроением к ним приходите? Нет. Когда я даже больной, они это чувствуют. Они это чувствуют и плохо размножаются, чахнут. Всегда надо улыбаться, всегда быть радостной в жизни. А тем более им. Тем более им. Это мои дети, я за них в ответе. А еще в ответе за четверых детей и восьмерых внуков Олег Дороганов считает себя абсолютно счастливым человеком. Его секрет гармонии с собой и окружающим миром прост и доступен каждому. Счастье человека – это когда ты любишь, что делаешь. И делаешь, что любишь. Я это люблю. Яргина, это моя любовь. Субтитры создавал DimaTorzok